друзья всем привет когда комментариев о том чтобы сделать видео про карвертикал и чуть за сервис переварила ну за достаточно большое количество я только больше сотни насчитал я понял что пора показать что такое карвертикал либо же это какое-то грандиозное кидалово или же это кладезь знаний или же это инструмент с которым кто-то как-то работает но обо всем по порядку значит в этом видео я буду показывать лишь только то с чем столкнулись мы ребят на всякий случай скажу что мы ищем специалиста по выбору автомобилей нам нужен хороший технически образованный человек времени учить у нас нету учить на данном этапе мы не будем требования очень простые человек должен иметь собственный автомобиль он должен разбираться в автомобилях и он должен проживать киев киевская область вся информация внизу пишем звоним мы без внимания не оставим у нас официальное трудоустройство у нас хороший веселый дружный коллектив и наверное тут правильно сказать что людей которые занимаются купли и продажи автомобилей тоже прошу не беспокоить и так мы заморочились для того чтобы сделать это видео и это видео снято в разное время на протяжении трех месяцев одной из причин это было то что кар вертикал имеет ограничение по сроку предоставления информации для меня это тоже было новостью когда мы сели писать первое видео значит чего умеет кар вертикал этот сервис умеет проверять был ли этот автомобиль в дтп по 27 странам мира он проверяет дули он зарегистрирован дтп конечно проверяет меньше и еще раз напоминаю если вам приходит пустой отчет не ленимся пишем в сервисную службу и вот здесь вот свяжитесь с нами нажимаете вот сюда пишите мне пришел пустой отчет они возвращают либо денег либо же возвращают вам кредиты для того чтобы посмотреть автомобили 19.02 у него было зафиксировано вот такое вот дтп оно не сильное но но неприятно окей посмотрим чего здесь есть еще например пульсваген джета здесь зафиксировано также дтп можно посмотреть какое это было дтп так вот фотографии значит дтп ну не сильная дтп но оно было было зафиксировано 19 05 потом также этот автомобиль продавался на аукционе 19 06 опять он был выставлен разогревался на аукционе 19 06 а вот 20 02 этот автомобиль уже продавался в украине вот уже помененные фотографии немножко другие до 20 05 этот автомобиль был продан у нас за время использования этим сервисом ну уже я думаю более года надо посмотреть точно когда мы начали использовать но более года мы используем и порой такой трешничок попадается который действительно очень достойный внимания друзья сегодня уже 26 июня то сегодня уже больше чем полгода как пишется этот ролик почему он так долго пишется дальше покажу все очень просто car vertical он имеет ограниченный срок действия отчетов то есть мы все время их собирали 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 у меня есть офигенно здоровый багаж знание о том что я сейчас смогу показать столько трешника что просто не вывезете а по факту он ограниченный какое-то время и когда мы вот например нажимаем на car vertical да пофиг любой вот такой бац термин деится возвид уже минув окей ладно нажимаем другой тоже не работает поэтому наша команда заморочилась собрали лишь только то что работает и за несколько лет у нас таких отчетов собрались большой вагон и маленькая тележка и вот здесь вот на экране вот все что отмечено это все трешниковое это не просто они проверенные и они есть а они именно трешниковые чем интересен car vertical можно посмотреть европейские автомобили на дтп тоже не все конечно попадают но есть большая часть который попадает американские машины тоже есть можно посмотреть по дтп также по пробегам ладно побежали вот смотрим мукачева продается автомобиль совсем недавно стоимость автомобиля 11 тысяч долларов пробегу автомобиля 146 тысяч чего мы имеем здесь автомобиль был в дтп нет автомобиль не был в дтп мы видим что эта машина без происшествий теперь этот же отчет вот вин код этого автомобиля забиваем его в отчет мы сразу же видим что было где-то дтп где дтп у него было машина была продана в чехии значит дтп было в чехии по европе не везде показывают дтп но как минимум было понятно что повреждена передняя часть бампера бывает с фотографиями бывает без ну вот бывает по-разному ok полетели дальше вот это например что мы здесь имеем мы имеем здесь только скрученный пробег без дтп интересно как это так получилось машина продавалась в девятнадцатом году в двенадцатом месте с пробегом в 355 тысяч двести восемьдесят восемь километров а ну-ка открываем объявление автория что же мы с чем столкнулись при выборе этого автомобиля столкнулись мы с тем что у этого volkswagen всего лишь 112 тысяч километров пробега а давайте на всякий случай посмотрим динкод а а получается почему так почему так получается канадские автомобили сложно просмотреть кар вертикал их видит а вот битфакс карфакс этих делов не видит и соответственно здесь запросто можно сделать легкую манипуляцию то есть грубо говоря машина проехала под 400 тысяч этот пробег делят да что тут греха таить смело практически на четыре делают сто две тысячи километров и на персик конфета и мы понимаем что эта машина до 400 должна доходить но по факту она не доходит даже до 200 потому что ее моторный ресурс исчерпался ровно также как и ресурс других агрегатов почему важно понимать что автомобиль не скрученный пробег потому что нужно прогнозировать остаточный ресурс этого двигателя ровно какие других узлов агрегатов но окей побежали дальше славное место ужгород значит мы имеем автомобиль 41000 пробег в дтп этот автомобиль не был но согласно отчету этот автомобиль был в дтп где он был в дтп судя потому что он был обнаружено повреждение в польше он был травмирован в польше мы уже понимаем что по этой машине есть повреждения ну и здесь уже такая богатая то есть тут понятно что он получил спереди правая часть тоже была затронута этого автомобиля нету тоже фотографии но мы понимаем что этот автомобиль тоже был травмирован в польше а продается еще раз покажу эта машина как не битая и не крашеная прекрасный закарпатский регион на номерах 0020 ст ребят информация в открытых источниках берите пользуйтесь не благодарите также можно еще смотреть был ли этот автомобиль в такси был ли он утопленник был ли он угнан был ли он вандалом вот здесь тоже интересно и пробег и дтп ну давайте посмотрим про дтп пробег у нас еще будет очень много всего интересного и мать не хай я бы например не хотел приобрести себе такой автомобиль что мы здесь имеем ну то есть мы имеем здесь лонжерон сто процентов ушел безопасность в этом автомобиле нарушена то есть ну такую тачку неинтересно смотреть продавался на аукционе 19 05 продавался он еще раз был выставлен 19 05 а вот 20 03 этот автомобиль целенький хорошенький уже продавался на территории украины и был под полем зрения одного из наших заказчиков вот обновленное объявление с автория также 20 03 вот уже 20 04 тут кстати по фотографиям даже видно что вон стойка у него совсем не алё хоть бы не фотографировал ну и в общем да и этот автомобиль все-таки был кому-то продан лично я бы не хотел чтобы мне такой автомобиль продали так не будем все подряд листать потому что на этого одного выпуска не хватит даже среди того что у нас осталось не получится показать это в каком-то одном выпуске будет большой нудной длины поэтому побежали выборочно чем мы здесь имеем здесь мы имеем некое дтп в америке но наверное здесь история связанная с пробегом и мы смотрим 80 тысяч почти 81 а здесь у нас чего а здесь у нас 68 вот несоответствие ну казалось бы немного но машина ford fusion полный привод одно дело когда он уже под 100 тысяч и другое дело когда ему еще далеко до 70 ценник этого автомобиля можно влупить гораздо выше интересней что еще у нас есть смотрим опять-таки скрученный пробег и дтп но дтп выявить несложно то есть мы видим что в этой машины в девятнадцатом году было триста пятнадцать практически тысяч километров ладно триста четырнадцать триста восемьдесят один зафиксированный факт при прохождении техосмотра смотрим в город суммы открываем бабам мы имеем сто две тысячи километров пробег на секундочку ну вот казалось бы в открытых источниках вся информация есть но тем не менее эта машина была продана и была продана на немного не мало в прошлом году окей идем дальше заходите я тут как раз решила за записать потому как сразу не записал тут парень повернулся к нам еще одну пробить была настолько что ситуация не успел снять на камеру потому что ну ситуация обычная рядовая но очень интересная honda cr-w какого она года десятого года по официальной версии она была только пригнана со швеции с оригинальным пробегом 160 тысяч километров пробили ее покор вертикал и получается пробега автомобиля без очень малого 300 тысяч но внимание было это в восемнадцатом году то есть два года назад эта машина уже имела 300 тысяч потом она там ездила в таких же режимах ну по моим подсчетам если в таких же режимах даже не то что по моим а там даже прописывает программу не уже практически 400 тысяч должно быть и наши деятели смело это делят на 3 и предлагают как за 160 хотя по факту уже 187 но все равно в два раза меньше того пробега который есть простой запрос очень сильно меняет ход события истории ну а я понимаю что мне еще на одну площадку вход закрыт под большим грифом секретно и точно нельзя ну это как бы уже пагубные последствия моей профессиональной деятельности я к тому что сделать запрос бесплатный не ленитесь узнать пробег автомобиля до того как будут потрачены деньги даже на осмотр но сейчас мы просто ищем другую машину пока у нас открыт доступ кар вертикалу надо пользоваться потому как уже то что было открыто вчера вот секундочку опять акцентирую внимание вот эти вот все автомобили они сюда вписаны подготовлены как открытая но они не открываются ни один вот наберем вот этот бабац термин диев же минув поэтому побежали быстренько впереди паровоза следующий вариант ну вот например вот здесь откроем просто сам график не будем уже детально смотреть потому что времени мало открываем смотрим и видим что пробег здесь корректировался несколько раз за жизнь автомобиля то есть за время своего существования этой машине так много лет но у нее уже пробег корректировался два раза это только что только то что зафиксировано официальными источниками где это можно подкорректировать неофициально одну богу известно а вот for focus там пробег очень легко крутится окей побежали дальше также смотанный пробег и дтп ну дтп понятно дтп можно увидеть в америке как оно было и мы видим что у этого автомобиля точно также за время его жизни несколько раз корректировался пробег то есть он в восемнадцатом году был уже 165 тысяч километров от фигачили 60 потом снова наездили 60 то есть по факту это уже 200 плюс и потом еще откатили на тридцаточку то есть 230 а продают как всего лишь а за сколько и продают давайте посмотрим продают в ивано-франковский этот автомобиль как сто тридцать четыре тысячи километров а там уже больше 250 прекрасный ford escape двенадцатого года прошу любить и жаловать кстати он продается до сих пор наверно уже продается не первый раз можно это также посмотреть но об этом уже будет другая история есть другие ресурсы где можно посмотреть сколько автомобиль раз продавался по каким базам данным его можно прокатить то чем мы занимаемся в об этом можно вообще отдельную историю писать целый выпуск данный выпуск опять напоминаю про карвертикал побежали дальше ну вот например следующий берем через один через два через три через десять смотрим опять-таки пробег дтп что у нас здесь иногда попадаются вот такие вот отчеты то есть мы видим что машина проехала там сто шестнадцать тысяч километров потом бабах 180 как это получается при определенном прохождении тихосмотра просто не ставят пробег на котором этот автомобиль заезжал на т.о. такое действительно бывает такое бывает редко но в тех реалиях с которыми мы сталкиваемся такое бывает часто таких примеров может быть много не суть важно потом у машины было сто сорок семь тысяч после 116 а потом чудным образом 96 давайте посмотрим с каким пробегами и продали в городе киев до девяносто одна тысяча километров был продан этот автомобиль ни много ни мало в прошлом году все мол истопада а зафиксирован пробег у нее был все-таки больше окей побежали дальше что здесь здесь только пробег машина из америки был у нее двести сорок четыре потом был зафиксирован 160 160 показалось мало его фиганули еще на 105 тысяч километров ну без малого 105 ладно смотрим дальше чего у нас открываем пробег дтп до был пробег 260 тысяч километров остается 79 79 наверно был на момент регистрации потом человек на нем какое-то время поездил а может быть этот автомобиль продавался еще раз как бы там ни было этот автомобиль был продан 8 августа в прошлом году с пробегом 88 тысяч километров но в то же время мы понимаем что этот автомобиль в семнадцатом году имел уже двести сорок четыре тысячи пятьсот двадцать восемь километров окей побежали дальше луцк часто куда люди ездят значит здесь без дтп машина была и в канаде машина была и в америке мы имеем двести двадцать шесть тысяч километров последние пройдены над его за рубежом нажимаем посмотреть а здесь мы имеем сто семьдесят семь тысяч километров пробега почему такое получилось потому что наверное есть у меня предположение что этот автомобиль он был на битфаксе с каким-то нулевым пробегом да вот часто бывает 0 миль не актуальный пробег ну такое да действительно бывает чего-то оформляет автомобиль не фотографирует спидометр потом лень иметь и фотографировать еще раз пишут ноль все понимают что не актуально есть вся база в открытых источниках опять-таки из открытых источников мы понимаем что эта машина была до на чего-то ехала непонятный и пробег проверить нельзя и поэтому можно запросто безобидно скрутить и сказать что да у этой машины такой пробег ну такое к сожалению бывает хорошо побежали дальше рядышком чего у нас и пробег и дтп богатая история в этом автомобиле он в украине уже несколько раз был продан двести восемьдесят восемь тысяч было у него в восемнадцатом году в киеве он продался в крапивницком прошу прощения он продался с пробегом сто девяносто восемь тысяч ну сто девяносто девять хорошо бмв 35 x drive хороший автомобиль еще один момент как часто люди попадаются на удочку вот пишется пробег сто семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три это миль умножить на 1 и 6 мы получим двести восемьдесят семь километров а здесь этот автомобиль был продан с пробегом меньше двухсот тысяч очень часто пробеги в милях корректируют до пробега в километрах то есть мы сейчас понимаем что машина была продана с пробегом сто восемьдесят тысяч миль а по факту здесь она отобразилась пробегом сто восемьдесят тысяч километров то есть откатывают на этот пробег морально машина до двухсот тысяч километров а а по факту ей уже под 300. Поэтому тоже вот такие вот неприятности есть. И все это можно отфильтровать, даже в открытых источниках посмотреть, проанализировать. Понимаем, что на Bitfax написано, что это в милях, а у нас пишут это в километрах. Очень часто люди не придают этому значения и свято верят, что у них родной пробег. Но идем дальше. Перескочим машин через 20. Чего у нас здесь опять-таки Toyota Prius. Prius классная тема. Вот Toyota Prius, у нее может быть большой пробег и абсолютно нормальный вменяемый внешний вид. У нее тормозные колодки до 100 тысяч доходят очень легко. Потому что эта машина тормозит при помощи рекуперации. И машины даже с большим огромным пробегом, они все равно будут иметь внешний вид абсолютно нормальный. Поэтому Toyota Prius очень хорошо крутят. 196 тысяч километров было у этого автомобиля. Скрутили до 120. Вообще Prius мы часто встречаем с откатом. Ну как часто? 200 тысяч километров, 300 легко. Были даже моменты и 400 с чем-то откатывали. Раньше можно было со вторе удалять объявление. Сейчас эту функцию несколько ограничили. Но с учетом того, что это данные за 20-й год. И наши мальчики и девочки вот зафиксировали 410 тысяч 600 километров отката. То есть получается, здесь пробег не зафиксирован. Вроде бы все хорошо. Мы имеем машина была продана в 2019 году с пробегом больше чем полмиллиона километров. Блин, я аж как-то не проворачиваю язык такие цифры называть. 528 тысяч 635 километров. На момент, когда это объявление было активно, мы его смотрели. Нажимаем и видим, что этого объявления нет. Оно пропало, то есть его удалили. А сейчас, по-моему, этих объявлений удалять нельзя. Но не суть важно. Что самое интересное? Берем с открытых источников ВИН-код. Забиваем его в Google. И Google его не определит. Да, он видит, что если это ВИН-код Toyota Prius. Но куда бы ни нажать, то мы не увидим здесь пробега. Да, видим, что это был автомобиль 2 года назад. 23 декабря купленный, зарегистрированный в таком-то сервисном центре. Что он не в розыске, но нигде здесь не пишется пробег. Сейчас пробег пишется. Раньше он не писался. И вот здесь вот откат в 410 тысяч километров. В 410-600, если округлить, это в 411 тысяч километров получилось. Все машины, которые попали в эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 страниц, 8. Вот эти все списки. Это все автомобили, которые имеют какие-то признаки несоответствия с тем, что продают. Там, где машина заявлена и продается, она к нам в этот список не попадает. Поэтому количество машин мы смотрим много. И не только по CarVertical. Дальше имеем. Nissan Versa. Есть и пробег, есть и ДТП. ДТП, понятно, в очередной раз говорю. Было 202 тысячи километров. И потом началась скрученная жизнь этого автомобиля. И продался он с пробегом 110 тысяч километров. Ли*** ты в рот, да как так-то, а? Скрученный пробег снова имеем. Открываем. Был пробег 279 тысяч. Продался с пробегом 140 тысяч километров. 139, 968. Проверяем. 140 тысяч километров. Был продан этот автомобиль в Украине. И по X5 особо сильно и не скажешь. Пробеги крутятся, крутятся безбожно. Автомобиль хороший, востребованный, интересный. Что мы имеем здесь? Это утопленник со скрученным пробегом. Ну, вообще красота. Значит, был у нее 10 тысяч, скрутили до 6. И потом он повторно уже продавался с пробегом 12 тысяч километров. Здесь немного, но сам факт. Так, дальше что у нас Украина? Здесь заявлено, что у нее ДТП пробег не скрученный. 167 тысяч километров. Открываем, смотрим. Он же не просто так попал в этот рейтинг. И здесь мы видим 117 тысяч километров. А было, на секундочку, возвращаемся 196. Сидим, монтируем видео. И, в общем, ситуация такая. У нас видео затяжное получилось уже, наверное, минут 40. Понимаем, что это сильно дофига длинно. И, Оля, уже такие моменты, где там 120-100 тысяч километров. Да ну нафиг, это уже неинтересно. 100 тысяч километров не оставляем. Режем уже оставляем только самое длинное. Так вот, когда глаз замыленный и видим пробеги там 50-60-100 тысяч километров, на это уже просто не обращается внимания. Их такое количество, что просто коробки. Поэтому не зря этот автомобиль попал в наш рейтинг. Ну и, в общем, еще можно собирать, крутить. Но я думаю, этого уже будет достаточно для того, чтобы понять, что CarVertical – это сервис такой по проверке автомобилей. Дуяки, скажу так. Среди того, что мы насобирали, это не все объявления, которые попали к нам в таблицу. Есть, приходят пустые отчеты. Когда приходит пустой отчет, там есть кнопочка техподдержки, пишем туда, что отчет пришел пустой. И они возвращают денег путем того, что они возвращают, ну нам возвращают кредиты, нам деньги от них особо не нужны, хотя они могут вернуть как денег, так и дать еще кредит на проверку того или иного автомобиля, если он один или же несколько, если отчеты были пустые. Поэтому у нас в стране многие считают кидаловым сервис CarVertical, потому что CarVertical видит не все. Он видит много, он видит дофига, но он видит не все. И люди у нас это считают кидаловым. Они забивают, то есть они платят денег, там грубо говоря 250 гривен стоит отчет. Они платят, они нажимают баг, показатель, он показывает там пустой отчет. Там машина проехала 17 километров, 53. Нет ничего, никакой информации, эти деньги вам возвращают на счет, нужно только написать. Пользоваться сервисом CarVertical или не пользоваться, дело сугубо индивидуальное. Я знаю, что толк в нем есть, но опять-таки акцентирую внимание на том, что очень много отчетов может приходить пустырь. И вот когда вы нажимаете кнопочку техподдержки, денежку вам за эти пустые отчеты возвращают. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok